Это главная тема. Говорим о парламентских выборах. Меня зовут Алан Тибилов. Начинаем. Анатолий Бибилов В этом году претендуют 8 политических партий. Еще 17 кандидатов станут депутатами по одномандатным избирательным округам. Их будет 34. Всего 34 кандидата успешно пройдут тест на доверие народа. От выборов парламент в прямом смысле зависит будущее нашей республики. Парламент – важнейший государственный орган. Именно депутаты нашего законодательного собрания, тогда Верховного Совета, приняли исторический акт о государственной независимости Республики Южная Осетия. Несмотря на тяжелейшие политические условия и с точки зрения всех международных норм права, они сделали это безупречно. Кстати, интересно, все четыре президента нашего государства в свое время проходили законодательную школу, были депутатами парламента. Но время диктует новые правила. И сегодня на первый план выходят вопросы развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Действующий шестой созыв парламента – рекордсмен по количеству принятых законов. Самые важные из них – это закон о льготном кредитовании, о профессиональном парламенте и другие. Тему предстоящих выборов мы сегодня обсудим с одним из ведущих политологов нашей республики, заместителем руководителя администрации президента Аланом Джусоевым. Здравствуй, Алан. Спасибо, что пришел. Через 15 лет мы возвращаемся к смешанной системе выборов. Уточним. Избиратель будет голосовать по двум бюллетеням – за политическую партию и за конкретного кандидата-одномандатника, который в случае победы будет представлять район избирателя. Алан, как изменится наш парламент с приходом одномандатников? Ну, изменения, я думаю, будут в законодательном органе достаточно радикальные. Это будут новые люди. Парламент сам по себе, как законодательный орган, станет более персенофицированным. На повестке дня даже с основными вопросами парламента, я думаю, станут это вопросы, которые волнуют жителей тех или иных округов или тех или иных районов. Это вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством. В общем, всеми теми проблемами будет озадачен наш парламент, которыми живут жители районов города или сельских населенных пунктов. Также изменится, я думаю, и принятие нормативно-правовой базы. То есть, во главе этих нормативно-правовых документов будут документы, которые будут связаны также с сельским хозяйством, с земельными вопросами, коммунальными, жилищными, вопросами благоустройства территории и так далее и тому подобное. То есть, парламент станет более приземленным, то есть, более горизонтальным, условно. И, ну, я не... Хорошо это или плохо, нет, но я считаю, что это будет более сбалансировано. Знаете, как, подходит она нам или нет, это, наверное, покажут первые два года, может, два с половиной года работы нового законодательного органа. Но то, что она будет более сбалансированная, да, это уже можно сказать сейчас, то есть, задумывалась вот эта смешанная система с учетом реализации потребностей граждан, если так можно выразиться, в том, чтобы их мнение было в законодательном органе услышанным. Вот в этом будет сбалансированность, как бы, вот этой системы. И я считаю, что этап становления нашей государственности сегодняшней, да, и социально-экономические, социальные вопросы, вопросы благоустройства ЖКХ и в целом комфорта населения, как раз будут в этом парламенте подниматься 17 депутатами точно, как минимум, да, как минимум. Думаю, остальные их тоже поддержат. Так что, ну, я считаю, что система сбалансирована, а вот как она уже притрется, как начнет работать, каковы будут притерки с исполнительной властью и судебной властью, это мы уже будем смотреть в ходе работы. У каждой политической партии есть программа, их часто упоминают в СМИ. Но вот как сделать выбор в случае с одномандатниками? Как известно всем, одномандатники будут выдвигаться от определенных округов. Таких у нас по республике 17. Каждый район поделен республикой, поделен на два округа. Город, столица республики поделена на 9 округов. Как познакомиться избирателю, как сделать выбор? Наверное, ну, первое, что я бы выслушать всех. Делать выбор избирателей по одномандатным округам будут, ну, я бы так сказал, среди своих соседей, условно, там. Может, друзей, может, знакомых. В любом случае, среди тех людей, которых они часто видят на улице, их часто слышат. Другой разговор, что в данном конкретном случае эти люди будут представлять их в высшем законодательном органе государства. И для любого избирателя, на мой взгляд, в том числе и для меня, как для избирателя, который будет делать выбор, важно будет понимать, насколько тот или иной кандидат будет представлять проблемы, поставленные избирателям того или иного округа перед кандидатом. Я думаю, не надо стесняться спрашивать тех или иных кандидатов, ставить перед ними проблемы, задачи. В конце до концов, тех, кого мы выберем в дальнейшем, на последующие пять лет, будут отражать, будут поднимать наши проблемы. И насколько наш выбор будет сделан правильно, настолько наши проблемы будут актуализированы в законодательном органе. Так что, я считаю, что не надо стесняться спрашивать, надо ходить на встречи с кандидатами в депутаты. Это нормальная политическая процедура и нормальный политический процесс. Тем более, об этом буквально на днях говорил президент Анатолий Бибилов, что такой посыл был. Голосуйте сердцем, голосуйте за тех, кто делает дела. Да, он об этом говорил на встрече с населением в Джаве, в Джавском районе. Я бы еще добавил, действительно голосовать нужно сердцем, действительно голосовать нужно за тех, кто занят реальными делами и делает реальные дела. И, наверное, надо быть немножечко избирательным, то есть смотреть, если человек реально что-то делает сегодня, вчера, позавчера, то он это будет делать и завтра тоже. Алан, давайте поговорим о такой интересной теме, как явка на выборы. Способна ли вновь введенная пропорционально мажоритарная система, когда человек голосует не только за политическую партию, но и за конкретного кандидата, который впоследствии, если выиграет, будет представлять его район, способна ли такая система увеличить явку на выборы? Отвечу так. Безусловно, да. Безусловно, явка по сравнению с прошлыми парламентскими выборами будет выше, намного выше. Но я бы хотел сказать так. Никогда нельзя сравнивать явку на президентских выборах и явку парламентских выборов. У нас президентская республика, у нас президентская форма правления, и надо для себя четко и осознанно понимать, что явка на президентских выборах, она всегда бывает выше. Но я бы не стал скидывать со счетов и партий, наши политические партии, потому что вот эта новая смешанная система, она как бы подтолкнула, если можно так выразиться, все политические партии к началу реформ. Вот последние 15 лет вот эти политические партии, они как бы, было комфортно и удобно, а сейчас появились конкуренты в лице одномандатников. И любая партия, если она хочет быть конкурентоспособной, она должна меняться. И как мы видим, коммунисты начали меняться, Единая Осетия много ввела новых лиц в свои ряды. И насколько я знаю, остальные политические партии также будут, в их составе также появятся новые лица. Я прогнозирую достаточно высокую явку, причем эту явку, ну, в большей степени, конечно же, нам обеспечат новые лица, это одномандатники. И также они обеспечат интересность, большую интересность вот этого политического процесса. Так что нам будет интересно услышать очень большое количество мнений о том, как нам жить дальше, как мы живем сегодня, и каково будет будущее нашей законодательной системы на ближайшие пять лет. Особенность некоторых политических партий в нашей республике состоит в том, что они начинают работать только аккуратно перед выборами. А в период между выборов их не бывает видно. Ваш прогноз, за буквально два месяца смогут ли они завоевать симпатии избирателей? И как вы вообще в целом относитесь к подобным партиям? Вы знаете, как это особенности нашего политического процесса, я отношусь к ним, сказать, что положительно или отрицательно скажу так, я никак к ним не отношусь. Я считаю, что дело каждой партии, и они, наверное, там есть руководители, которые как-то планируют свой приход в одну из ветв власти. Кто-то сезонно работает, кто-то круглогодично работает. Сезонность деятельности политических партий Южной Осетии – это не новость. Это так было всегда. Они как цветы начинают цвести ближе к весне условно, и политический процесс как заканчивается. Если не добиваются успеха, они опять уходят в спячку, отписываются в меню, держат на плаву условно-юридическое лицо. Все остальное время ничего особенного не делают. Хотя, с другой стороны, доводить свое мнение, очень многие ссылаются на то, что они ограничены в финансах. Но специфика Южной Осетии, вообще современные технологии, которые к нам пришли в жизнь – это социальные сети, различные гаджеты, различные такие вещи, как WhatsApp и так далее и тому подобное. Они дают возможность при наличии минимального финансирования все-таки доводить до максимально возможного количества своих граждан свое мнение, свое видение, свою идеологию по всем абсолютно проблемам и всем вопросам. Если политическая сила хочет быть популярной сегодня в Южной Осетии, то на это больших денег тратить не нужно. И другое дело, надо отдать должное тем политическим силам, которые подобную работу проводят круглогодично. И я считаю, что человек, который постоянно над чем-то работает, если вот так сравнивать, он всегда больше добивается успеха, чем тот человек, который делает это время от времени. Я сейчас не хочу говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это неправильно. Каждый имеет… Наши политические лидеры, они достаточно опытные. Вообще, в Южной Осетии и Южной Осетии в политике очень опытные. Их мало чем можно удивить, но каждый, наверное, выбирает свой путь сам и для себя стратегию и тактику тоже выбирает. Будем смотреть, оправдалась ли очередной раз вот эта стратегия выжидания или нет. Я надеюсь, что и положительные, и отрицательные результаты будут уроком, по крайней мере, для всех наших политических сил. И вот переходим к следующему вопросу, как раз тоже из контекста. У нас очень много людей, которые, в принципе, не приемляют никакой политической силы. То есть у нас было много партий, эти партии зачастую не занимались общественными делами, не были, скажем так, классическими партиями, их деятельность не отличалась ничем от каких-то организаций, которые ничем не занимаются, только выборы, вот такой определенный вид спорта. На предыдущих парламентских выборах не было графы против всех. Как вы считаете, целесообразно ли на этих парламентских выборах ввести графу против всех? Если эта графа есть сегодня, то это правильный шаг. И это лишний раз, обращаясь к предыдущему вопросу и предыдущему ответу, это лишний раз нашим политическим силам, нашим партийным лидерам покажет мнение населения. То есть условно, если есть большое количество в графе против всех, то, наверное, надо что-то в себе менять. Это касается политических партий, политических сил, которые будут выдвигаться. Так что это полезная и нужная графа, и ее нужно сохранять. То есть это один из сегментов предвыборной кампании. Если можно так сказать, это то, на чем жизнется и стоит наша конституция, и наше государство, и это право выбора. Действительно, есть еще следующее дополнение к моему ответу, что человек на выходе будет получать два бюллетеня. Бюллетень, в котором будут прописаны все политические партии, и бюллетень одномандатников от его округа. В принципе, если он не хочет голосовать за партии, он может за них не голосовать, у него будет возможность выбрать из одномандатников. Так что сегодняшняя система голосования, и в том числе графа против всех, она дает максимально расширенный выбор для гражданина. Вернее, максимально расширенную возможность выбора для гражданина, и этой возможностью, я думаю, постарается воспользоваться максимальное количество наших граждан. Можно сказать, что уже активная фаза предвыборной кампании уже началась практически. Всем нам, избирателям, хочется, чтобы предвыборная кампания была борьбой идей, а не борьбой компроматов, потому что вот эта грязь, которая иногда выливается, она не нужна избирателям, в ней нет позитива. И как вы считаете, все-таки, эти выборы, они будут борьбой идей, или все-таки будут люди, которые будут бороться борьбой компроматов? Будет по-разному, это мое мнение такое, но я скажу так, от компроматов у нас устали все, компроматы в южно-осинском политическом процессе, ну, наверное, как и в других политических процессах. Это не новость, это, значит, естественное продолжение или естественное продолжение любого политического процесса. Этого бояться не надо. Другое дело, что, ну, на мой взгляд, как жителя города, как жителя республики, это немножечко, если так можно выразить, совсем поднадоело. Поднадоело, от этого все устали. Сегодня, если я буду говорить сейчас персонально, как гражданин, который тоже будет голосовать и будет выбирать, я бы хотел видеть и бы слышать от одномандатников, от политических, от лидеров политических партий, какие они шаги конкретные будут предпринимать для того, чтобы моя жизнь как гражданина республики Южная Светия, как жителя города Скинвал, стала лучше, комфортнее, жизнь моих там, детей, соседей, уровень образования, уровень здравоохранения. Вот это тот круг вопросов, который интересует любого избирателя. Никому не интересны, не интересно грязное белье, которое, ну, нет-нет, да вытаскивают. Ну и что? Это что дает? Это же не решает ничьи проблемы, абсолютно. И это очень мимолетно. Сегодня это есть, завтра это забывается, а проблемы остаются. Так что, мое мнение такое, что, ну, это действительно поднадоело, и все-таки люди, население, граждане, избиратели, избиратели, они будут рады слышать, есть запрос на то, кто и как, и каким образом, и в течение какого времени будет решать те каждодневные насущные проблемы, которые образовались у нас, вот если по периодичности брать, после признания, после 2008 года. Ваш прогноз по политическим партиям, кто пройдет в парламент? Прогнозы, это дело неблагодарное, прогнозы, дело неблагодарное, и сказать, что сейчас кто-то пройдет, а кто-то не пройдет, это говорит о том, что, ну, кто-то хороший, или кто-то плохой, или я как там, государственный чиновник, так или иначе, то есть у меня есть какая-то позиция в этом отношении, которую я буду выражать в дальнейшей своей деятельности. У меня, конечно, есть свои предпочтения, и есть свои прогнозы, озвучивать их я сегодня не буду, но я скажу так, шанс есть у всех, шанс есть у всех, надо засучить рукава и работать. Наш президент, он никого не обделил возможностью попробовать себя в этой предвыборной кампании, он дал всем шанс быть избранным. Насколько они этим шансом все воспользуются, все в их руках абсолютно. То есть я могу сказать, что и работа Центральной избирательной комиссии, и работа администрации президента, и работа главы администрации районов, она максимально прозрачна для политических партий и самовыдвиженцев. То есть мы занимаемся тем, что только помогаем им, чтобы в целом выборы прошли на высоком уровне, чтобы они были прозрачны. А дальше, знаете как, с избирателем же Анатолий Ильич Бибилов не будет разговаривать вместо тех, кто идут в парламент. Так что им нужно засучить рукава, работать с населением и убеждать население, быть более убедительным, доводить свою точку зрения, отвечать на вопросы, отвечать открыто, отвечать понятно. На простые вопросы надо отвечать просто. Если начинаешь на простые вопросы отвечать сложно, то, ну это мое тоже сугубо личное мнение, то люди начинают в одно ухо впускать, если так можно выразиться, из другое выпускают. Так что шанс есть у всех. А так посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Но то, что у нас парламент будет новый и то, что мы на выходе получим абсолютно новую политическую систему в нашем государстве, это уже сегодня понятно и ясно. И нам нужно будет научиться с этим жить и притираться и законодательные, и исполнительные ветви власти судебной. Я думаю, будет какой-то период притирки 2-3 месяца. И это вообще очень интересные процессы. И вот эти процессы, на мой взгляд, сейчас уже я немножечко другой вещи коснусь, как процессы становления молодого государства, они нам очень важны. Они важны и нужны. Каждые выборы, которые мы проводим у себя в государстве, в республике Южная Осетия, они лишний раз подтверждают одну очень важную вещь, что тогда, в 92-м году, мы сделали правильный выбор, и мы этого выбора придерживались. Спасибо тебе, Алан, большое. До новых встреч. Спасибо, Алан. Это была программа «Главная тема». Меня зовут Алан Тибилов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алан Тибилов